всем привет дорогие друзья в этом видео будем разбирать гравировку фракции могил рожденных выскажу свое мнение ну и посмотрим наконец-то вообще насколько она хороша потому что судя по тому что добавили громилам громилы даже будет где-то местами может быть и поинтересней но прежде чем мы это сделаем с вами давайте посмотрим на новую функцию подписки в общем вверху где мой ник есть вот это вот сердечко и тут я могу посмотреть кто на меня подписался а также могу посмотреть на кого я подписался друзья вот и от количества этих подписок может быть будет какое-то событие или задание выполняться мы будем получать рамки или какие-то другие приколюхи которые будут как-то отличать наши аккаунты но я не знаю насколько это будет интересно вам по крайней мере ну я думаю что все будут подписываться в общем подписывайтесь на меня я буду подписываться на вас и так далее и так далее и если хотите подписаться на вашего друга заходите на его профиль и внизу есть вот этот глазик и нажимаете и вы будете подписаны просто на кека я уже подписался все теперь переходим в таверну знать и тут у этой дурочки опять новая фраза в общем она уже просто всех скоро доконает герои все выходит и выходит и в этот раз фраза заключается в том что дерево и камень легко восстановить а доверие и сердце человека нет это ли не просветление было дано нам богами в общем вот такая вот приколюха пишите ваши догадки какой будет герой из какой фракции ну а мы уже увидим это в следующем скорее всего обновление осталось ждать недолго друзья буквально неделя и на следующий уже будет очередное обновление все теперь переходим в гравировку могил давайте разбирать ждали ждали первый герой это грежу многие были заинтересованы качать ему не качать и в общем сейчас будем решаться ну третий навык тут такое себе потому что щит будет увеличиваться до 240 процентов от рейтинга атаки грежула изначально было 200 в четвертом навыке написано что во время сражений время всех дебафов наносимых союзником врагами основанными на интеллекте уменьшается на 20 процентов но неплохо то есть в третьем уровне уменьшается урон от героев кто использует интеллект то есть просто на 20 процентов чисто урон а в четвертом уровне еще и от дебафов слушайте но он будет полноценной машиной которая будет защищать естественно вашу команду от героев кто использует интеллект друзья но я думаю что грежу многие прокачают и я в том числе потому что ключевой герой везде пригодится также как ящерка хорошо в общем грежул неплохой я думаю вы сами понимаете так шимира тут увеличение урона 150 было стало 170 и здесь получается написано смотрите что что после использования конечной способности но это ульта там какие-то замученные души шимира игнорирует все требования к здоровью и получает максимальное увеличение урона который длится 8 секунд ну типа ей будет пофигу но показатели вот этого прироста здоровья у нее там видимо какая-то есть планка она просто у нее планка падает короче она начинает 8 секунд всех нагибать но я думаю что найдутся те кто шимиру прокачают на плюс 60 и может быть мне напишут и мы сделаем обзор потому что я шимиру точно качать не буду но возможно это второе оживление мертвеца то есть шимира теперь будет может быть эффективней за счет и гравировки вот так вот друзья но те кто ее прокачают явно будет наносить гораздо большего урона на той же самой не море демонической а кто-то будет ставить туда морель если она у него прокачена ну в общем вот такая вот шимира потом идет торон тут написано что рейтинг атаки торн увеличивается на 20 процентов в течение 10 секунд после воскрешения то есть он будет еще больше долбить противника круто в четвертом навыке что во время проклятия восстановление здоровья вражеской цели снижаются на 50 процентов ух ты бог ты мой то есть противник теряет 75 процентов до когда кидает порчу когда вы бьете торона а потом он еще и не будет восстанавливать ее потому что на нем будет висеть просто минус 50 процентов к восстановлению здоровья то есть это так это уже конкретная смерть одному противнику на поле боя друзья но жестко то есть если там будет какой-то герой который сможет отхилиться то отхилиться он быстро не сможет и торон в итоге вся ваша команда его уничтожит не забавный перс торон но я не думаю что гравировку ему кто-то будет качать на 60 хотя для pvp для пп друзья может быть это будет решать честно но я не видел чтобы торона часто использовали в pvp если только вот в знаменитой команде где стоит флора да торона ставит первую линию вместе с кельтуром ты ловиной талены и еще кем-нибудь хотя туда можно и ортруса поставить и мизота и брутуса кого туда только не засовывает но в общем торон такой князь мы неплохой тут у изобелла увеличивается получается уровень критического удара на 300 очков она у него кредет вот если не прерывает заклинание а было изначально 20 очков но это такое себе а вот в четвертом навыке подъем друзьям тут написано что каждый раз когда изобелла успешно произносит заклинание не прерываясь и скорость произнесения увеличивается на 5 процентов и может складываться до пяти раз 5 5 25 то есть может разогнать кастинг спид затяжных боях и урон от этой девочки будет просто существенный ну это экспедиция или какие-то затяжные бои потому что обычно изобелла долго не живет если до нее сразу добраться если она начинает кастовать это конечно беги это просто беги но любители забыла точно не прокачает ну так-то кастинг спид плюс 25 разогнать это жестко так потом идет на ручка тут увеличивается урон до в течение 8 секунд 70 процентов изначально было 65 не так значимо а вот тут написано что одна цель может получить эффекты этой способности до 5 раз в течение 10 секунд а изначально было четыре раза в течение 10 секунд когда она теряет энергию не ну это хорошо но нара в основном где нужно чтобы кого-то вытянуть чтобы команда ваша сыграл до добить потому что нара на максималках вот у меня на тестовом серваке я в принципе от нее кайфую но использую в основном только в пвп в пве мы местами так использую но так герои достаточно прикольно но плюс 23 из 3 по мебели и вполне хватает я не думаю что гравировку кто-то нари будет жестко качать так потом идет фара тут написано что когда три противника пугается они оглушаются на 4 секунды а изначально было получается три секунды добавили одну секунду внутри противника как было так и осталось хорошо и что здесь любые духи призванные в результате действия одной из способностей фирели остаются на поле боя 7 секунд а было 5 секунд то есть везде просто добавили секунды за счет чего когда перемножится гравировка и показатели прокачки древнего дерева этот герой станет еще сильнее он как был хорошим дебаффером так и остается так баден урон увеличивается а здесь что тут написано если на поле боя находится более четырех фантомов исходный баден становится непригодным для использования в течение четырех секунд этот эффект может срабатывать раз 15 секунд то есть он типа там перепризывает этих призраков что ли но на самом деле этого героя не так часто многие используют где-то может быть в экспедиции он тоже пригодится или в охотничьих угодьях вот это вот который лайтовая экспедиция но чтобы где-то его прям полонамерно кто-то использовал не знаю не знаю хотя бы он очень хорошо контрит того же самого тейна также как и укун вот потому что когда он призывает много призраков тейн ничего сделать не может так потом идет кильтур тут урон получаемый врагом увеличен на 50 процентов в течение 13 секунд а было получается 10 секунд просто добавили 3 секунды но 13 это не 10 я всегда делаю отсылку к ирону потому что когда вы прокачиваете ему на плюс 30 персоналку увеличивается заморозка на 2 секунды но там контроль а тут увеличение урона но кильтур прокаченный на плюс 30 три из трех по мебели достаточно хорош потому что даже в призраке он может натворить очень много бед команде противника вот ну я думаю что кто-то его качнет и что здесь написано так четвертый навык рейтинг атаки кильтуры повышается на 25 процентов до тех пор пока враг на котором был изначально нацелен но типа не умрет ну прикольно то есть прикиньте он себе повысил атаку подлетел его просто уничтожил потом у него этот процент сбрасывается а если он перенацеливается то есть это уже не работает по факту то есть только изначально первый противник получается блин ну короче ребята качнете кильтуру тоже пишите я его качать пока не буду но есть кто фанат кильтура есть то фанат могильников я думаю что может быть найдется тот игрок который будет бустить всех могил фоке так сайлас у нас дальше идет усовился интересно союзники чё тут союзники восстанавливают получается что-то а союзники восстанавливать здоровье каждую секунду в размере 40 процентов от его получается рейтинга атаки что ли ну да то есть он будет гораздо еще эффективнее выхиливать вашу пачку но я думаю что сайласа качнуть на плюс 30 это как минимум и четвертый навык написано что союзники в газовом облаке по радиусу будет получать на 10 процентов меньше урона не но это неплохо потому что в целом саппорты все помогают выживать вашей команде я думаю что такие герои как рованы или сайлас точно будет прокачаны у многих на плюс 60 друзья на плюс 60 ну чё облака кинул в облаке там достаточно много он получает всяких приколюх для вашей команды да там что там здоровье который восстанавливается данной способностью так от уровня атаки сайласа а тут еще и будет минус урон не ну ништяк сайлас прикольный прикольный так воде на увеличение урона а тут когда один открывает один глаз его уровень атаки повышается на 18 процентов а ускорение на 20 очков а изначально было 15 и 15 да ну может быть плюс 30 до плюс 60 под вопросом изольт увеличение урона эффекта усилена до 10 секунд то есть изначально было восемь секунд но я не думаю что плюс 60 ему кто-то будет качать ради двух секунд так торон увеличение урона здесь восстанавливается будет теперь 50 от максимального процента ну запасы здоровья короче херня торон полная херня дэймон стич будет бить три атаки по 220 процентов урона изначально было 200 такое себе а вот четвертый навык мне интересно написано что дэймон наносит врагу дополнительный урон равный 10 процентов от стоимости его щита дополнительный урон не может превышать 300 процентов от собственного рейтинга атаки дэймона ну то и щит еще будет в конце жахать до хрен его знает плюс 30 до плюс 60 вот мне интересно конечно почему нельзя допустим зайти на арену героев прокачать героя как ты хочешь ну просто выбрать да ему показатели прокачки и его потестировать посмотреть насколько это эффективно против ботов и можно также было бы поставить уровень ботов чтобы увидеть вообще насколько герой хорош но нет они этого делать не будут чтобы вот так вот тесты проводить но 10 процентов от щита сколько у него там получается щита так перед душ кровавый щит но он там крадет 26 процентов не ну так то щит будет нормально наносить друзья знаете в чем прикол этого щита я вам сейчас объясню зачастую когда он крадет здоровье у противника иногда бывает так что там на один удар на один удар друзья и вот как раз таки вот этих 10 процентов хватит чтобы убить этого противника на повал то есть дэймон будет уже такой прям хороший боевой машины который будет просто в одну указку всех уничтожать так что здесь вот эти 10 процентов могут сыграть большую роль хорошо ты лавин тут увеличивается чё урон наносимый противнику когда через него проходит призрак повышается он 200 процентов и тут написано что способность теперь срабатывает когда ты лавин получает любой урон превышающий 8 процентов от ее текущего здоровья а изначально там надо было чтобы было 10 процентов то есть теперь срабатывать по сил очка будет эффективней это вин будет больше бить противника ну мало тоже кто и будет качать так у дезиры идет увеличение просто на 28 процентов от максимального здоровья она будет наиболее пострадавшего подхиливать а тут восстанавливаем здоровье равно 22 процентов от уровня атаки дезиры то есть изначально было 20 ну не знаю не знаю плюс 60 под вопросом и идет хочкин тут урон увеличивается до 280 процентов а тут написано что время блокировки игнорируется и хочкин всегда наносит урон равный 20 процентов от его максимального здоровья а от максимального здоровья цели слышите ну прикольно прикольно у хочкина тоже забавно но я не думаю что хочкина будет кто-то качать в общем давайте подведем итоги грежево однозначно все будет поднимать однозначно изоль под вопросом потому что плюс 30 ему я думаю будет за глаза шимира интересно именно вот с тем что она снимает ограничение по здоровью торон прикольный что на плюс 30 что на плюс 60 изабелла заинтересовала своим разгоном кастинг спида нара ну такое себе фара будет просто еще эффективней баден лесом кильтур плюс-минус сайлоса я думаю что многие будет качать одина под вопросом торн вот этот скелетябр полный шлаг его никто качать не будет дэймон интересен тем что вот возможно этот щит будет взрываться и добивать тех кто там практически уже будет между жизнью и смертью и в принципе все ты о вин плюс-минус скотчкин также и дизиро ну просто идет усиление навыков в общем для меня приоритет это дэймон это сайлос и наверное грежу все остальным героем типа изольда типа один а типа ты о вин может быть в процессе плюс 30 можно поднять но вот торону еще плюс 60 будет прикольно ну реально чем там считая снижает восстановление здоровья на 50 процентов это все это гроб тому кому он кинул порчу это сто процентов а в целом неплохо в целом неплохо друзья честно вот она гравировочка но грешила я на основе подниму вот на основе подниму также сайлосом займусь и может быть изольда подниму на плюс 30 и задумываясь также о прокачке дэймона на плюс 60 да ну в общем вот такие гравюры пишите что вы думаете забавненько забавненько но хотелось бы посильнее я ожидал конечно что там будет прям вообще фейлерия да там просто взрыв мозга будет что и гравировка зачастую просто идет плотное усиление ну над некоторыми героями они конечно поработали хорошо на этом все скоро увидимся